Оглушительный рев моторов, захватывающие конкурсы для настоящих мужчин и киловатта живой музыки. В день города и района в Славянске-на-Кубани прошло байк-шоу, организованное мотоклубом «Братья дорог». Как поют мотоциклисты и зачем байкерам нужна кувалда, узнали наши корреспонденты. В ровной колонной под оглушительный рев моторов байкеры со всего Краснодарского края, во главе со Славянским клубом «Братья дорог», проехали по главной улице города. На театральной площади их встречали сотни восторженных зрителей. Я хочу вам предоставить наших уважаемых байкеров. Это ребята разных профессий, разных служб, но тем не менее они в душе с мотором всегда. Я рад за них, за то, что мы всегда вместе помогаем друг другу, за то, что по моей просьбе они откликнулись и приехали, практически все, кто мог. Байкерское движение на Кубани развито достаточно хорошо. Сегодня в крае насчитывается около 15 байк-клубов. И многие из них принимают самое активное участие в общественно-социальной жизни региона, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. И перед началом концертной программы, отдавая дань памяти и уважения павшим героям Великой Отечественной войны, участники байк-шоу возложили цветы к вечному огню. Байкеры – люди веселые и креативные. И потому их встречи не проходят без конкурсов и развлечений. В этот раз они соревновались в нескольких номинациях. В конкурсе ретро-байков победу одержал Алексей Медведев. К своим железным друзьям, а их у него несколько, он относится с особой заботой. У меня их 4-5 экземпляров разных годов, разных моделей. Все люблю, все собираю своими руками. Среди участников байк-шоу были и представительницы прекрасного пола. Светлана Волощук права получила всего 4 года назад и сразу же оседлала железного коня. Представляю вам мисс байк, мисс мота Светлана. Пожалуйста. Такими же бурными аплодисментами зрители встречали участников еще одного конкурса – кувалда. Именно этот инструмент, вес которого около 12 килограммов, байкеры должны были как гирю поднимать вверх. Все вы помните физкультуру, да? Все вы помните физкультуру. На раз, два, три дверочки берем и пошел вверх толкать. Кто первый остановился, тот и проиграл. 40, 41, 42. Все. Молодец. Он умирал, но он выиграл. Красавцы. И завершил байк-шоу конкурс «Мелодия мотора». Байкеры, прокручивая рукоятку газа, давали зрителям возможность оценить благородные перекаты ревущих моторов. Конкурсанты соревновались в своей весовой категории по мощности двигателей. Затем по аплодисментам зрителей определялись лучшие. Это не Урал, это Ка-750. Кировск. Это его дедушка, да. Я не знаю, как кому, но это была действительно песня «Мотора». За байкерским шоу наблюдали не только молодые поклонники, но и девушки, женщины с детьми. Выступающих участников они горячо поддерживали. Все нравится, особенно мотоциклы и квадроциклы. То, что здесь стоит, это очень красиво. Для всех интересно, когда все организовано, когда все красиво, правильно. Это здорово. А какое байк-шоу без рок-концерта? Он был подготовлен рок-группой «Стек». Они подарили зрителям массу незабываемых эмоций. Субтитры подогнал «Стек». Очень интересно. И хочется побольше конкурсов, и побольше, чтобы показали, как и шоу какое-то, чтобы было. Байк-шоу стало не просто развлечением. Оно продемонстрировало настоящую крепкую мужскую дружбу, взаимовыручку, а также показало, что всегда, независимо от ситуации, нужно оставаться патриотом своей страны и малой родины. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».